Здравствуйте! Мы продолжаем решение текстовых задач типа B13 из открытого банка заданий ЕГЭ 2013 года по математике. И сегодня мы решим такую задачу. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город Б, расстояние между которыми равно 70 км. На следующий день он отправился обратно со скоростью на 3 км в час больше прежней. По дороге он сделал остановку на 3 часа. В результате велосипедист затратил на обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в Б. Найдите скорость велосипедиста на пути из Б в А и ответ дайте в км в час. Давайте начнем решение задачи. Должен вам сказать, как оказалось, дорога из города А в город Б проходит через лес. Давайте его покажем сразу. А это значит, что велосипедисту повезло. Ну, в смысле, свежий воздух, птички поют и так далее. Значит, вот уже слышно. Итак, где велосипедист? Так, велосипедист уже подъезжает к месту старта. Я его уже вижу. И сейчас вы тоже его увидите. Вот он. Вот он уже подъезжает. Итак, давайте перед стартом, во-первых, покажем наш путь из города А в город Б. И покажем расстояние между городами, которое равно 70 километрам. Вот это расстояние 70 километров. Ну, все, можем отправлять велосипедиста в путь. Поехали. Поехали. Кто самый внимательный, наверное, заметил, что велосипедист не крутит педали. Это значит, что велосипед у него с моторчиком. Так что он быстрее доедет в город Б. Итак. Финиш. Останавливаем. Итак. Известно, что он заночевал в городе Б. Давайте его убираем. Убираем. И на следующий день отправился обратно. Со скоростью больше первоначально на 3 километра. Давайте покажем это. Давайте это покажем. Итак. Вот он. Велосипедист. И он выезжает в обратный путь. Далее. Поехали. На обратном пути он сделал остановку на 3 часа. Остановку на 3 часа. И продолжил движение. В результате чего затратил на обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в Б. Найдите скорость велосипедиста на пути из А в Б. Ответ дайте в километрах в час. Так. Все. Велосипедиста убираем. Так. Птичек уже не слышно. Птички перестали петь. И мы начинаем решать задачу. Итак. Что же мы имеем? Давайте для начала через Х обозначим скорость велосипедиста на пути из Б в А. Удобно эту скорость обозначить через Х. Итак. Пусть В2, то есть скорость на пути из Б в А равна Х километров в час. Давайте покажем это. Вот таким образом. Итак. Скорость велосипедиста на пути из Б в А равна Х километра в час. Тогда скорость велосипедиста из А в Б, то есть его первоначальная скорость, будет на 3 километра меньше. Почему? Потому что сказано, что вторая скорость, то есть в обратный путь, скорость обратная, была на 3 километра больше. А значит скорость туда на 3 километра меньше. Давайте тоже это покажем. Значит тогда В1 на пути из А в Б была на 3 километра меньше. Давайте тоже это покажем. Вот она эта скорость. То есть скорость из А в Б будет равна Х минус 3. Далее. Известно, что велосипедист затратил времени на путь туда и обратно одинаковое количество. Поэтому давайте приравняем время. То есть запишем следующее. Время туда на пути из А в Б равно 70 километров. То есть путь разделить на скорость. Да, действительно, путь у него 70 километров разделить на скорость. Скорость туда была Х минус 3. Получается, время туда Т1 равно 70 разделить на Х минус 3. Далее. Время на обратный путь складывается из времени остановки, которую велосипедист сделал на 3 часа. Ну и время на дорогу. Таким образом, время обратно будет иметь вид. Время обратно будет равно Т2 плюс Т нулевое. Или Т остановки. Получается, 70 разделить на Х. То есть путь разделить на скорость. Скорость на обратный путь была... Скорость обратно была Х километров в час. Поэтому у нас получается Т2 будет равно... Т2 будет 70 разделить на Х до плюс 3 часа. Это время остановки. Ну и теперь нам осталось только приравнять. По условию задачи Т1 равно Т2 плюс Т нулевое. Таким образом, давайте составим и решим уравнение. Для этого вместо Т1, Т2 и Т нулевое подставим их значения. Составим и решим уравнение. Значит, уравнение будет иметь вид. 70 разделить на Х минус 3 равно 70 разделить на Х плюс 3. Удобно решить это уравнение, умножив обе части... Умножив его обе части на знаменатели наших дробей. То есть на Х и на Х минус 3. Давайте это сделаем. Ну понятно, что Х не равно нулю, Х не равно трем. Это понятно. Значит, умножим обе части на Х и на Х минус 3. Тогда получим... Тогда получим следующее уравнение. 70Х равно 70 умножить на Х минус 3 плюс 3Х умножить на Х минус 3. Откуда? Давайте теперь что мы сделаем? Раскроем скобки, приведем подобные слагаемые. Получим квадратное уравнение. Квадратное уравнение получается следующее. Х квадрат минус 3Х минус 70 равно нулю. Отсюда... Ну, быстрее всего потеряем вето. Найти корни. Это минус 7 и 10. Произведение корней. Минус 7 и 10 равно свободному члену уравнений. Это минус 70. И сумма равна коэффициенту Б с противоположным знаком. Минус 7 не удовлетворяет смыслу задачи, потому что скорость отрицательной быть не может. Отсюда мы получаем Х равно 10 км в час. Таким образом, скорость велосипедиста на пути из Б в А, то есть на обратном пути, была 10 км в час. Давайте запишем ответ. Ответ 10. Задача решена.